Дорогие друзья! Выполним один долг перед пользователем Который, ну, зритель наш, заказывал аналитику своей игры Своей игры на Сайлосе Он переквалифицировался на Сайлоса Лесника Совсем не вовремя, потому что в патче 9.19 нерфит именно Сайлоса Леснова Отнимая у него армор и ослабляя, по-моему, мукушку Но человек переквалифицировался, уже 3 победы подряд одержал Но его интересовала конкретная определенная игра Именно на нее он донатил, хотел посмотреть, что конкретно он мог сделать лучше Я вот сейчас, может быть, найду ее здесь в списке Она давно у него была Видите, человек правильно сыграл Он играет и нормальцы, и ранкеды То есть он тестирует то, что он нового своего чемпиона больше в нормальцах Нежели сразу в ранкед идти Ну и, конечно же, его расстроило поражение Я не могу эту игру пока здесь найти, что-то в списке Ну, ладно, саму игру потом я вам покажу Она же будет прямо в эфире Просто там хорошая у него статистика была Но матч он все равно проиграл Ему, конечно, было интересно, почему он проиграл И как он мог это исправить Но, как это обычно, по привычке Даже не по привычке, а по опыту я могу сказать Лучше начинать не сразу с игры А начинать с объяснения вообще, кто такой Сайлос Сайлос это чемпион-мидлейнер на магического урона Который является контроль-магом с ассасин-наклонностями Чем-то смахивает на Акали Но Акали более ассасиновая И контролить она меньше может линия Именно Сайлос способен это делать И если вы посмотрите, то гораздо выше винрейт у Сайлоса на мидлейне И кто-то скажет, что же это за винрейт такой 47% Правда, ребят, так оно и есть У Сайлоса очень низкий винрейт в соло-ку Объясняется это довольно просто У самого Сайлоса нет ультимативной способности Он целиком и полностью зависит от ульты соперника Он ворует ульту соперника Использует ее против него же Таким образом, получается, побеждает противник А так как противники в соло-ку чаще всего Не играют за чемпионов с крутыми ультами Там ультимативными способностями Там Грагас, Сиджуани Ну вот Кассиопей здесь почему-то висит как контрпик к нему Наверное, потому что она может мязом кидать И он не может прыгать То получается, что у Сайлоса нет ни ультов саппортов инициаторов Там Браума, Райкана, Алистара Ни нет Ни нет Не имеется также ультов хороших с мидлейна Либо там от лесников Вот и выходит такая ситуация Что он вечно играет против чемпионов Которые могут давать хорошие ульты по нему А он в ответ по ним ничего дать не может Ну там тот же самый КС-1 У него всего один прыжок будет через эту ульту Но многие приспособились и поняли, что в Солоку лучше все же играть его в лесу Забавно, что многие из-за этого и приспособились потом на простыне Тоже начали играть Сайлоса в лесу С чем это стало связано быть? С тем, что Сайлоса на мидлейне, либо на топлейне Довольно легко контрить дальнобойными чемпионами Без сильных ультов Либо теми же самыми бруйзерами Если топ-лайнер мы будем рассматривать Какого-нибудь ринектона, вот он победит Поэтому Сайлос убегает от них в лес Ну и давайте знакомиться уже теперь с ним В этом, в этой стези Максит он у нас, как вы видите, кушку Это оно и понятно Там двойной урон идет и по крипам в лесу И вообще начинает с Ешки Дабл ее берет потом третьим навыком Но с Ешки можно не начинать Это не принципиально Сами предметы он собирает стандартные Для Грагаса, если так задуматься То есть рунинг эко Синий смайт Ботинки на пробивание брони Добавляется хекстэк Морелонумикон, либо Жоня Дальше вводит став Вместе с Рободоном Жоня все равно добавляется В дальнейшем, как говорится, на четвертом-пятом пункте И вот такая вот у него фулл-билдовочка есть Так как он кастует В основном заклинание не дает автоатаки То главная его цель, конечно же, через Хантер-талисман Стартовать Ну и руны Как вы можете заметить Лесные руны считаются для него лучшими Через Конквейер Конквейер позволяет ему очень легко прокатся По той простой причине, что его заклинания Кастуются некоторые по 2-3 раза Сразу же И вы мгновенно настакиваете его Кто не знает, Конквейер работает Вы получаете дополнительную адаптивную силу Для милишника 8 секунд Она держится И может настакиваться 5 раз После того, как вы начинаете, как говорится Бить противника И когда вы его бьете Вы очень быстро настакиваете себе вот этот вот процесс Потому что держите на противнике тоже постоянный урон Вот и выходит, что Конквейер довольно неплохо И трудомаг себе добавляешь И магический урон у тебя есть Работает она неплохо Но я бы честно сказал Что вот эта вторая ветка Она не подходит Леснику Она используется у Мидлейнера Частенько Потому что экономическая ветка Мидлейнеру нужна Но вот Леснику Мне кажется, это ошибочно Получать ботинки только на 12-й минуте Кадера 5% Они никому никогда не мешали Так что их можно, конечно же Оставлять Но вот ботинки И я зашел дальше на ProBuild Посмотреть, как здесь играет И увидел, что по сути разделился У нас есть два лагеря Даже третий лагерь здесь Янкос открывает Лагеря такие В одном лагере у нас играют Через красную ветку дополнительную Где берется Ревенос Хантер Чтобы через заклинание лечиться Оно и понятно Потому что у этого чемпиона есть усиленное лечение Кстати, да, про лечение забыл вам сказать За убийство обычно берут Триумф Откат ульты ему никто не берет Это бессмысленно Оверхилл это для Ады Керри Здесь берется Тенасити Чтобы его нельзя было заццешить Либо иногда берут себе Бладлайн Чтобы восстанавливать здоровье И, конечно же, Ласт Стенд Чтобы когда у вас и так мало здоровья Вы могли через W вернуть себе Практически двойное, там, тройное здоровье Когда меньше 60% здоровья Вы восстанавливаете себе дополнительные По-моему, 30%, да? Да Максимально Восстанавливаете себе здоровье Так вот Здесь Ебал Коллекшн Можно брать тот же самый Саден Эмпак с прыжком Ебал Коллекшн Это у нас Майк Йонг взял Кстати, Майк Йонга давненько не видел Даже не знаю, если честно В какой команде он сейчас играет Ну, а другие игроки играют Тоже через экономическую ветку И именно точно так же Тоже ботинки С 5% КДР Ну, мне лично это меньше нравится Правда, здесь очень какая-то странная идея Здесь еще и взяли магическую защиту Руну Вместо армора В лесу, конечно же, надо брать армор Ну, и Янка Я хотел показать, где он тут был С красной Ой, с красной С зеленой веткой дополнительно Он взял себе усиленный оверхил Как раз тоже работает Как и вот этот вот пунктик И бонплайтинг Ну, можно взять секонд винт Либо даже можно брать Где-то здесь было что Демолишер, да Чтобы подходить к какой-то линии конкретной И быстрее выламывать эти вышки Это если у вас 3-1-1, например Сетапчик выстроен Билды везде, вы видите Идентичны То есть сначала джангельский предмет Потом протабилд Потом Жоня Все реально идентично И отходить от них вроде как не стоит И наш главный герой Я точно знаю в игре Сделал именно все так Давайте сравним просто проценты винрейта Рун И мы увидим с вами, что Дарк Харвест имеет самый высокий процент Но ее сыграл всего 1% человек на планете Так что это учитывать не стоит Там неизвестно, в каком Элло он конкретно это играл Может быть это реально платиновый игрок Но выше, если я возьму У нас будет дисперсия очень большая тогда Лучше оставить платина плюс Так что действительно Желтая ветка для него основная И вот эти вот пунктики Чаще все же берутся Нежели Блатлайн Как я посоветовал Как вариант я посоветовал Не говорю, что это определенно точно А вот вторая ветка Либо красная Либо зеленая Либо синяя Как видите Она проигрывает Минус 2-3% Сразу же Либо экономически Они примерно равные проценты имеют Как видите Здесь Ебал коллекшн 52% 45 Здесь 46-46 Здесь получается 46-44-47 И вот тут конечно полный провал Синюю ветку ему брать не стоит Потому что это не early game Джан Глэр Вот что самое главное Вы должны запомнить Это не early game Вы не можете дуэлиться На третьем уровне С другими лесниками Почти все вас победят Вы не можете Нормально организовывать ганги Без сильной Своей соло линии Потому что если у вас Соло линия Слабачка Например КС-1 стоит На топе карма Какая-нибудь Которую зажали Под вышкой Вы можете просто Придти помочь отпушить Но воевать Вы никак не способны Потому что если Пройдет джанглер Будет дуэлька 2 на 2 И вас просто там Из ничто Жет Ну что ж А теперь давайте Как говорится От слов к практике Перейдем Посмотрим Игру Нашего героя Это не та игра Которая здесь нарисована Он мне реплей скидывал Я просто Запустил реплей С клиента И здесь у него Будет другая статистика Выпало ему играть Против Эвелинки Против Горена Зерата Джинкса Юми И это очень важно Всегда смотреть Против кого конкретно Вы играете Партию Сейчас объясню Почему Это так важно Потому что когда вы Начинаете Выбирать себе Ну Подходите к ситуации Надо пикать чемпиона Смотрите всегда На ту сторону Если там Какие нибудь Чемпионы У которых можно Воровать ульту Просто так Брать Сайлоса В слепую Уж тем более Я вам не советую И для Сайлоса Еще раз добавлю Нужны сильные Соло лени В данном конкретном Случа Конечно это Солоко И уговорить Своих людей Сложновато Но вот у нас Капуста топпер Топор Капуста топор Он играет на ривенке Теоретически Это сильная линия К ней можно приходить Тем более он С Игнаетом играет Есть неплохая линия Против Ксерата Правда Тяжеловато Будет организовать Ганги Синдра Но есть очень Слабая линия На ботлейне Но забавно Что они играют Против довольно Сильной комбинации Джинкс плюс Юми Потому что Джинкс Хоть и уязвимый чемпион Но у нее есть ловушки У нее есть замедление Юми будет ей тоже Очень сильно помогать Вообще у противников Очень много сквишей Аж целых 4 штуки Я как Эвелинка Мейнер Могу вам сказать Что Сайлас Это прямая контракт Эвелинки Так что здесь Сайлас хорошо заходит Но я бы наверное Играл через Топлейнера И медлейнера Забив полностью на бот Ну хотя бы потому Что у меня на ботлейне Аниве играет На роли саппорта Ну понимаете Как говорится Мое недоумение Все это уберем И поехали Включимся на Сайлас И будем ориентироваться Потому что он будет делать Я уже смотрел эту игру Бегло Поэтому некоторые вещи Смогу подсказать Аниве с Криптомантией Да, Аниве с Криптомантией Но что поделать Иногда в соло-ку Такое попадается Но это не повод Как говорится Выходить Если только вы не вышли До этого Уже в самой игре Раз вы попали Ну В данный момент Как говорится 50 на 50 Шансы выиграть У каждой из команд Сайлас собирает Начинать Собирается Начинать С красного леса Это абсолютно Правильный поступок Если Вы играете В фарминг Чемпиона А Сайлас именно Таковым является То у вас есть Два варианта Как вы можете Фармиться Это С хорошим пулом От ваших союзников Синего бафа И просто По порядку идти Кемп 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 После этого Этот кемп Этот кемп Этот рекол Либо вы начинаете С красного бафа И тогда забираете Красный баф Рапторов Отправляетесь На големов И тут реколитесь Почему тут реколитесь Потому что Отсюда вы можете Ганг сделать Только на топ лейн Но чаще всего По времени Еще здесь не будет Линия стоять по тупому Хотя иногда бывает Что линия уже стоит Под ганг И можно сразу же Организовать ганг Но тогда вы делаете Ганг И сразу реколитесь А реколиться надо Для того чтобы успеть Свой собственный лес Здесь какая-то война У нас идет Нет не война Это они просто Полуинвей делали Давайте я просто Включу А то пока рассказываю Время-то И потом возвращаетесь На свой Не синий баф По времени будет Как раз 3.15 А сразу прибегаете На краба По деньгам у вас Или по деньгам У вас будет уже К вашему талисману Куплено мачете И пинкварт И как раз пробегает Здесь Или здесь Можете поставить пинкварт Забрать этого краба И вернуться спокойно Фармить свой синий лес Под прикрытием этого варда И обычного варда Который здесь стоит От ваших союзников Если он не стоит То так как вы Начинали с красного леса Вам не обязательно Сюда ставить вард Хотя я его все равно Ставлю где-то в минуту 20 Ну в минуту 20 Ладно Загоняюсь Так я не ставлю В минуту 5 Минуту 10 Его ставлю Чтобы Противник Который играет По другому маршруту Но тоже с красного леса Ему-то пулят Красный лес И его союзники Поэтому он Меньше хп потеряет И он играет Красный Рапторы Волки синий И потом выходит Либо на топ Либо на медлайн ганг И чтобы вот Пробегая здесь Он попадал на этот вард Как раз по времени Будет такая ситуация Ну вроде это я все рассказал Давайте смотреть Как наш герой сыграет Я перемотаюсь Сразу вперед Потому что У нас забирает Красный баф Теряет многовато здоровья Но не страшно Через смайт Он сейчас восстановит Все здесь здоровье Плюс талисман Здесь начнет прокать При помощи кушки И вот это Первая ошибка Которую я тогда Когда смотрел Увидел Он теряет сейчас Очень много темпа Нажимая рекол У Сайлоса сейчас Тонна манных хп И красный смайт Красный баф Который дает ему Неплохую регенерацию Плюс урон Ну урон Он только на линии Может потратить Но все равно То есть вот этот кем Конечно надо забирать И отсюда делать рекол Какая разница Откуда делать рекол Если уж хочешь Как говорится Отсюда куда-то пойти То тогда ладно Иди дальше фармить Если ленит тебя на этих Или боишься их По какой-то причине Но их победить можно С таким хп Спокойно Сайлос их побеждает Но наш герой Избрал сделать рекол На этом реколе Ничего вообще не купил Потому что ему тупо Денег не хватило У него 300 золота Вот сейчас только появилось Это тоже ошибка Конечно же Если уж так получилось Что вы среколились По-дурацки То ну купить хотя бы Пинквар За 75 золота После этого он отправился Забирать волков Ну как бы по факту Он сделал То же самое Что отсюда бы Сразу пошел на волков Только потерял темп Своим реколом Вот так вот пробегая Это конечно Не самая грубая ошибка Но темп потерян И из-за этой потери темпа Он теперь может Не успевать Где-то конкретно на ганг Либо он будет Тупо отставать По уровню От Эвелинки В дальнейшем Ну посмотрим Чем ему это аукнется Там килл на мидлейне Сделала у него Синдера Под прикрытием Барда своих союзников И под приоритетом Ботлейна Он решил забрать краба И ему повезло Что здесь началось Какое-то сражение Почему повезло Потому что Ну такие ситуации Когда происходят Я всегда радуюсь Что мне ничего делать не надо Я могу только прийти И забирать килл Но здесь к сожалению Отфлэшилось Юми и не попал Сайлас у нас кушкой К этому мы приставать не будем В следующий раз попадет Сейчас не попал Тут какой-то очень странный Ксерат Сделал ротацию на ботлейн После того как умер И скорее всего Он сейчас Убьет за это Кайсу Кайс вроде уворачивается Попадает под урон И Сайлас идет ее спасать Но По факту Ставит просто Запоздалый вард На развороте Получится неужели Нет Получилось только Потерять здоровье Но видимо сейчас Синдер будет помогать ему Ну да Синдера бежит ему на помощь Он бежит через это Поле Ускорения И сейчас на развороте Я так понимаю Они смогут убить игроков Какой бы я вывод сделал После вот этого Того что есть Ну представьте Я играю на Сайласе У меня Синдера Следит за игрой У меня очень сильная Синдера Все что нужно делать Это переиграть Просто вокруг Синдеры И немножко помогать Ривенке На ботлейне Ребята Тоже молодцы конечно Что сделали килл Но у них сейчас нет Самунир спеллов И гангать их Не очень разумно Потому что у них и так Слабая линия То есть Когда я буду приходить На эту линию Скорее всего Джинкс просто будет Ставить Ешку И уходить от меня Они не смогут Организовать для меня убийство Вот это точно мимо Сразу паузу жму Пятая минута матча У него нет предмета И почему-то они Пятым, четвертым, третьим уровнем Решили забрать дракона Не говоря о том Что они Знают что Джинкс Уже пришла Знают что где-то Эвелинка бегает Но это мы ее видим Они не знают где она Она может быть даже здесь в кустах Ладно там телепорта нет На ту плане Но это неправильное решение Забирать этого дракона Вы знаете Есть видео по забиранию драконов И океанический Там поставлен как один Самых сильных драконов Поэтому Его забирать точно нельзя И судя по всему Нам еще и не помогают Никто не идет танковать Мы впрыгиваем Сейчас мы походу умрем от него Да Мы умерли Ну хотя бы дракона заберем же Надеюсь А мы его не заберем Потому что Эвелинка поставила вард И сейчас она у нас его заберет Я понял Но Это Это грустно Это печально ребят Конечно же Никакого дракона Слать нафиг Этих дурачков Соло линий Которые приперлись Тут тебе И говорят Надо добирать дракона У тебя целый лес стоит Не забраны эти Кемпы Здесь появился уже Рапторы Они давно появились Еще на четвертой минуте И здесь големы лежат Все это надо идти было Забирать Со своей 2-0 статистикой После этого был бы Целый предмет Джанглерский Скорее всего А ботинок Мы не можем купить Потому что у нас появляется Сам по себе И тогда сделать рекол И Можно было выходить Снова на мидлейн С гангом Либо там на топ лейн Бежать Но Вот в таком Духе Получилось Что мы просто подарили Дракона оппонентам Сами умерли Отдали шатдаун Еще Не шатдаун не отдали Потому что дракона Субил Ну а сейчас Он делает Запоздало Опять С потери темп Кемпа И видите Эвелинка ушла уже вперед Я думаю даже по золоту Она вышла вперед Не по золоту Она еще ему проигрывает Кстати странно Она ему 300 золота проигрывает Но вроде не должна Столько проигрывать Находит он Эвелинку Прыгает на нее И Эвелинка Пятый уровень Главный герой у нас Четвертого уровня Но он Победит ее Просто потому что Эвелинка слабее Сайлоса самого по себе Гарен какой-то нам мешает Ревенка не смещается На помощь А сейчас Ревенка начала сражаться Но урона у нее нет Она даже ульту нажала Немножко потерянная игра У нашего героя Но Ничего страшного Главная потеря Идет то что Он вот этот кемп Все еще не забрал Этот кемп дает Гораздо больше опыта Чем те же самые волки А волков он уже Два раза забрал Вы не поверите Но на вот эти волки Даже два раза забранные Дают всего лишь На 20% больше опыта Чем вот этот кемп Ну или 40% Нет 20-20 по-моему Было процентов То есть получается что Выгоднее было забрать Этот кемп Хотя бы даже один раз Нежели два раза волков Ну Потому что вы время еще Там теряете Опять он пропустил У нас кемп Ситуация пока у нас хорошая Все же так есть Так задуматься Нужно просто больше Вардов расставлять Для нашей Синдры И Синдра у нас тут Погибает И Эвелинка Убила через ее ульту И первый ганг От Эвелинки Оказался успешным Главный герой бежит вниз Потому что там Есть с чем воевать Но Помните я вам про это говорил Очень слабая линия Всегда надо ориентироваться У вас чемпион Представьте что это Джарван Вот это вот по сути Джарван У вас только есть Одна инициация Если с этой инициацией Вы не убиваете противника Вы его не убиваете вообще То есть его убить Можно только при помощи Сильной линии Это не такой чемпион Как Элиза там Или Казикс Или Элисин Который самостоятельно Может тонну урона Нанести в этой стадии игры Сайлас как и Джарван Он просто проходит мимо И все Ну да Он пришел Дойдя до туда Осознал что это был Бессмысленный поход И сейчас решил просто стоять Выфармивать этих крипчиков К сожалению нет еще 6 уровня Так и не получил Честно он скорее всего Получит их Здесь да Ну и вот теперь можно выйти Только я бы наверное выходил На мидлейн Посмотрим куда пойдет наш герой Наш герой как раз идет на мидлейн Ловит Эвелинку Она опять идет Переди от него по уровню Сражение устраивает У Эвелинки Ульту же можно своровать Почему не воруем ульту Или я что-то не знаю Ну походу ее так и так убьет Ну надо было воровать Конечно у нее ульту Да А что не добрал Кемп Мне же не показалось Да Кемп остался Кемп тоже надо было добрать Очень много Не доигрывает Наш главный герой Я честно даже не знаю Что это за Элла Я не смотрел перед этим То ли гол То ли платье На руль сервера Но Как-то очень сильно Не доигрывает Через всю карту Просто бежит на топ лейн А там даблкил Организовала джинкса На бот лейне Но может быть здесь что-то получится Воруется ульта Горена Хороший проказ Замедление Еще один рывочек Ну что-то Горен Походу как от стоячих ушел Не-не-не Получилось Получилось Килл заработали Да боже Что мой Я не могу на это смотреть Когда вот этот кемп Все еще не забран Он даже сейчас мог Просто пробегая мимо Его добить И потом спуститься сюда Но он опять пошел Забирать волков Как бы Который Ну ладно Тем временем Там на бот лейне Какой-то экшен Начался И то что я предсказывал Еще перед матчем Оно и произошло Джинкс Юми Гораздо лучше отыграли Чем Кайса с Аниви Ну блин Тут не надо быть Гадалкой Или профессиональным аналитиком Чтобы это предсказать Там Анивиа с Криптомантией И вы по сути Выбираете изначально Помогать линии Которая явно слабее Ну это неправильный подход Правильным подходом Является конечно же Помогать линии Которые сильнее противника Это Как говорится Неуравновешиванием Надо заниматься в игре В Лиге Легенд Вы знаете Что выигрывают Да Один игрок конкретно Может проиграть тебе матч Но гораздо проще выиграть Если у тебя будет Один конкретно сильный игрок Который выигрывает Уже кого-то И ты его просто усиливаешь Еще Ну и даже Просто она вам это показывает Там Фейкер Капс Имена как говорится Непростые Синики Никому не нужны игроки Которые просто играют Спускает снова вниз Перепрыгнул Кстати красиво Перепрыгнул Но ничего не вышло И вот она Ситуация Обратите внимание Он выскочил И оказалось Что его команда Не может организовать Никакого ганга То есть Они Куда он убегает Вернись Мы все простим Так Ну это тильт Уже какой-то Пошел Это уже какой-то Тильт Но видимо Они все равно Убьют Тяжело Вау Ракеты Дженксы Не Ну это уже Какой-то тильт Ребят То есть Вышел на ганг Не получилось Потом Закрыл глаза И побежал В другую сторону Конечно Так нельзя было Здесь играть Надо было до конца Дорабатывать этот момент И помогать своим союзникам А так Получается Он Кайсу убил Сейчас Кайсу Может еще начать троллить А тем временем Горен сломал вышку На топ-плейне Будучи 0-3 Не знаю Как это произошло Но Горен Молодец Нокия 33 Ну ясно Нокия 3310 Очевидно Что непробиваемый чемпион Непробиваемый И Вечно Как говорится Молодой Сейчас судя по всем Будет еще одно убийство Стеночка была поставлена Не очень хорошо Кайсу побежала вперед Не попали мы Заклинанием Но Проблема тут не в этом Проблема в том Что Кайсу Килы нужны А она их никак Получить не может А ты тоже рискованный Глубоко так заходить Скорее всего Он сейчас умрет А Жоня еще же есть Да Кстати по поводу Жоня А почему он Жоню пошел собирать Стопе 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 Во первых Ботинки когда он получил Я вот не посмотрел Бекался ли он с тех пор Ему надо было конечно же Сразу пробивание брони Добрать Потому что Мы уже можем видеть Что здесь Пару человек Собирает Магрес То есть нам нужно Пробивание брони И конечно же Не в Жоню идти А протабел Вторым предметом Это мы уже обсуждали И вот сейчас Главный герой Должен был задуматься Вот смотрите Он сбекался И видит Он может купить Песочные часы Как раз купил себе Жоню Джанглский предмет У него есть И он покупает себе Хэкстэковский револьвер Это для Протабелта Но вот незадача Противники знают Что ты бегаешь 9-1 Противники знают Что у вас есть Синдра 6-2 Они сейчас начнут Все стакать Магрес Поэтому надо Обязательно Ботинки на пробивание Брони брать Плюс они дают Скорость атаки Дополнительно И поздравь меня С тысячным подписчиком Поздравляем Кто бы ты ни был Ну то есть Понимаете Да Надо следить Не только за билдом Своим собственным А надо понимать еще Что будет собирать Противник Чтобы не было Такой ситуации Что вы покупаете Предметы Которые изначально Не работают Вот у меня сегодня Была игра Конкретно сегодня На топ лейне Стоял пантеон Против ренектона Ренектон собрал Нинджа тапки И потом ушел в урон А пантеон пошел В леталити Как говорится Угадайте кто победил Победил конечно же Ренектон Потому что он купил Нинджа тапки Которые контрят Леталити бил Вот и все То есть если бы Пантеон тоже пошел В нинджа тапки И еще бабушка нагло Сказала Кто бы там выиграл Эту битву А у нас здесь Хорошая ловля Аксерата Это скорее всего Килл должен быть Ну даже не нужна Была его ульта Я бы сейчас Ее куда нибудь По приколу потратил Потому что она Теперь просто мешает ему Много вышек потерял У нас главный герой Видите и драконов Потерял Вот того Везде не успевает И забавно Что вот эта вот Потеря темпа В начале игры Так сильно Аукнулась ему Вот сейчас По сути Эвелинка Везде была Быстрее него И сейчас Эвелинка Купила ботинки Которые дают ей Дополнительную скорость Передвижения И Его ботинки Получаются Более медленные Из-за этого Эвелинка Опять же Оказывается По темпу Всегда быстрее Куда бы она Не пошла Вылавливают Нокию Лежит Лежит 120 опыта По моему Решает отправиться На дракон Разменять объекты Это нормально Но почему-то Передумал И побежал Туда Где уже Килл организовали Вот теперь Только они Отправляются сюда Как же они Постоянно По темпу Не успевают А ведь Лежитник И должен быть Как раз Тем игроком Который организовывать Будет действие Для своей команды Килл не смогли сделать Горену реально Пофиг Под своей W И под мерками Которые он собрал Вышку потеряли И уже по золоту Проигрывают Довольно прилично А все киллы По сути У нашего Сайлоса И Сайлоса У нас так и не купил Пробивание брони То есть Его заклинания Вот сейчас Смотрите Чтобы вы понимали Вот у него есть Заклинание кушка Там замедляет врага Урон Я не знаю Сколько тут Получается суммарно Округлим 250 Просто чтобы нам Проще было считать 250 Здесь Судя по тому Что я вижу 300 Тракториста Того это 550 А здесь У нас Тоже 300 Ну и Суммарно Типа если Все мы попадем Сколько будет урона Нет Это щит 300 Подождите Сам то урон Всего лишь 100 Щит на 300 А урон 100 То есть получается 650 Ну и ульта В зависимости от того Какую своруешь Ну округлим тоже будет 300 900 урона У нас есть 900 И теперь давайте Вот просто сравним С Авелинкой Вернемся к ней У нее У нее Здесь Кушка Сотня Получается W Где-то примерно Против монстров Она только наносит урон Ну она Пробивание брони Короче Ее не будем пока Учитывать W Ешку просто возьмем Которая идет Процент на здоровье И там 150 по-моему Минимального урона Да 150 И процент урона Где-то Суммарно будет выходить 400 Ну это Насколько я знаю 400 Плюс сотни Это 500 И ее ульта Тоже где-то 300-400 То есть Примерно тоже 900 урона у нее С прокаста Но обратите внимание Что собрала она У нее и сапоги Чародея Которые дают 18 пробивания брони И ее W Дает снижение Магического сопротивления На 25% К чему я это все веду К тому что Возьмем любого Сейчас чемпиона На карте Которого мы Скорее всего Будем фокусить Вот Джинкс У нее сейчас 34 Магической защиты На 25% Меньше урона Магического Она получает Следовательно Из наших 900 урона Она получит Почти на 250 Урона Меньше Когда мы В нее ворвемся Просто потому что У нас нет Ни одного Пробивания брони У нас тупо Это не собрано И даже в рунах У нас этого нет В то время как Эвелинка Если будет Улынить в Кайсу На Кайсу Нажмем У нее тоже 34 магической защиты Как ни странно Если она сделает Это с W Если она сделает Это с W То она будет Наносить с дополнением Урон Она с плюсом Будет наносить урон Почти 1300 урона Она нанесет По ней Это ваншот А если же Без W То соответственно Там 18 пробивания Будет Ну вот такие дела Там говорят 4 пассивки Два раза еще От ульты Ему тапки Надо Ну Че там я заговорился Ну может быть Я какого-то чемпиона Перепутал Оговорился Суть не в этом Суть я хочу сказать То что Когда мы знаем Что мы не единственный Магический урон Нашей команды А здесь очевидно Что мы не единственный Урон магической команды Я почему это Акцентирую внимание Потому что я сам Играя на Эвелинке И на Элизе Ненавижу Когда у меня Мидленер Обилити Пауэр Саппорт Обилити Пауэр И еще Адекери Которые там Варус Кайса Эз И ты понимаешь Что они все Начинают собирать Магическую защиту И вы просто Проваливаетесь По урону Мгновенно В яму просто Как будто Проваливаетесь В этом смысле Ассасина Адели снова Играть проще Потому что Ну люди Редко собирают Нинжа тапки Если только у тебя Вся команда Не фулл АД Понятное дело Так вот Что у нас выходит Ботинки Надо загрейдить А еще лучше было Вместо Жони Покупать Морелку Но это уже Как говорится Он не мог догадаться Если Если не исходить Из того Что он там Анализирует Прям четко игру Ну его сейчас Поймают Судя по всему И убьют Да Он вместе с Ривенкой Пошел делать убийство Но у Ривенки Не оказалось урона Их просто Здесь покарали И залпом Команда Прошла Синдру Им шот Ну или только что Которая Была смежаема И погибла У Синдры Правильный билд Но у нее Нет ничего Против Эвелинки Если она попадает Под ее прокаст И там продолжает Осаду Главного героя Десять два Он сейчас купил себе Еще Одну книжку Которая Надеюсь Хотя бы Войд Став Будет направлена Тогда уж Хотя бы Войд Став Прыжочек Ну да Ну и здесь Уже ничего не сделать Я не говорю Что он проиграл игру Нет ребят Я просто хочу сказать Что с таким билдом Меньше шансов Выиграть игру Потому что По факту Вот эти два предмета Они являются защитными Они не атакующие предметы Вы когда нибудь видели Чтобы я за Эвелинку Эти предметы собирал Конечно же нет Потому что Хекстек Он помогает тебе Просто чистить лес Дополнительное здоровье И КДР Жонити помогает Поглощать урон Это билд Старый За Элизы Сейчас его используют На Грагасе Но без Протобелта Вместо Протобелта Берут Морелла Номикон И тогда он Типа Грагас Тоже поукать Немножко может Идея заключается в том Что ты делаешь врыв Поглощаешь урон При помощи Жонни И уходишь в сторону Здесь урон Сделал главный герой И Жонни нажмет Но уже походу С этой партией Все понятно Да и вы шотнули Там Просто под Юми Джинкс неубиваемая Просто под Юми Неубиваемая Ну и выходит Вот такая ситуация Мы очень много времени Потратили на помощь Ботлайну нашему Который Изначально было понятно Что будет проигрышный Мало оказали помощи Синдри Хотя она Ксерата побеждала Сама по себе И Мы могли как бы Сделать так Что у Ксерата Вообще не было бы киллов Ну а на топе Ривенка убила Горена Но по какой-то причине Потеряла вышку Вот этот конечно момент Надо перематывать Смотреть Но я думаю Горен просто себя Всегда здесь держал Под вышкой Так А у нас все мертвые Хотел сказать Почему Ничего не выходит Ну и Здесь вы видите Матч уже завершился Считайте Сейчас оппоненты Вышли уже 6000 вперед Деньги Которые есть У нашего героя Они уже Не имеют Никакого значения Потому что Там Джинкса Богаче него И Юми Еще ей помогает А у нас Все еще нет Как говорится Пробивания брони Мы просто не можем Добраться до Джинкса Которая есть Теперь уже КСС То есть Джинкс Теперь из наших Ну там уже не 900 А больше стало урона Потому что уровень Мы подняли И книжку еще прикупили То есть где-то 1100 у нас стало урона Нажмем на Джинкс А у нее стало 70 Магреза 70 Карл А у нас 1100 урона Это 41% Мы теряем Почти 500 урона Уходит в мусорку Мы его не наносим Почти 500 урона Из наших 1100 Там 1200 Которые теперь уже есть В этом и есть проблема Теперь уже большая Было бы пробивание брони С Морелкой И с тем Во-первых Морелка резала бы Отхил противнику Во-вторых Ботинки пробивания 18% Ой 18 Чистого И 15 там чистого Это получается Сколько там 33 да 33 Ну мы бы Половину вот этого сбили И вернули бы ее На 25% До этого Видите какая большая разница 25% Либо 40 Поглощение урона Магического Ну тут реально да Вот главный герой Не совсем понимает Концепт Самого Сайлоса Он не понимает Что он Начал Раскармливаться И он по факту Стал ассасином Своей команды Но продолжил играть Его в танка Поглощающего урон А кто урон То будет наносить Непонятно Из его команды Прям переживать По поводу поражения В этой игре Не стоит Прям считать Что это грубейшая Ошибка Не стоит Понятное дело Что грубейшая Ошибка То что у него Вот этот парень Играет на Аниве Саппорти Либо то что у него Кайса Просто 2-8 Отыграла партию Либо может даже То что Ривенка Отдала вышку Первую вышку Гарену Хотя Гарен вроде как Прямая контракт Не является Здесь уже не ворваться Никак Один килл какой-то Он сделал И умер Такие дела Ребят Ботинки Наконец-то Появились Но На 26 минуте It's too late It's too late Кто-то из вас Сейчас скажет Ну ты же сам Иногда не покупаешь Ботинки Да Только вы когда-нибудь Видели Реально Мой стрим Когда я не покупаю Ботинки И вспомните Для каких чемпионов Я не покупаю Ботинки И ответ будет Это Казикс Ноктюрн Джарван Я только что играл Знаете почему Давайте зайдем В магазин Блин В магазин нельзя зайти В магазин нельзя зайти Здесь Для них нет предметов Которые мне нужны То есть Я играю их в ассасинов И По факту Нет усиления их урона В ботинках Поэтому я стараюсь Как можно быстрее набрать Предметы уроновые А скорость передвижения Да Она мне нужна Но я стараюсь Как бы выиграть По темпу игру Из-за того что Знаю где что Будет когда происходить Но иногда не успеваю И потом жалею Что не купил еще ботинки Это да Такое бывает Но по факту Для АД Чемпионов Не обязательно Рашить ботинки И даже если вы Вот сделали Экономическую ветку По какой-то причине С ботинками Вы можете их Не грейдить дальше Если только не собираетесь Танковать вышку Или дуэлиться Постоянно Тогда нужны Нинджа тапки Как можно быстрее Против АД чемпионов Либо мерки Если вы собираетесь На Сайлоса Они все равно Идентичны Маршрут Это одни и те же Да какой там Твич У меня есть даже Видео по маршрутам Я правда Его все думаю Переделать Не потому что Они поменялись А потому что Вы его не смотрите Оно 2018 года То есть почти год назад Было сделано видео По лесным маршрутам И там все рассказано Почему Как и зачем Это делать А КД КД ботинки Вообще АДшникам не нужны Редко кто берет Зачем тебе Эти 10% КДР У тебя ваншот Либо не ваншот Ты либо ашот Либо не ашот Такой вот Ролик у нас получился Надеюсь он вам понравился Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Чтобы ничего не пропустить Все наоборот Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Чтобы ничего не пропустить Давайте Всем пока Всем счастливо